Сегодня ролик будет довольно интересно, потому что я хочу подарить начинающему дальнобойщику тягач для работы, чтобы он как бы работал, качал свой скилл, чтобы ему было проще. Тем более, я себя позиционирую как дальнобойщик, у меня 110 скилл, у меня есть своя компания, поэтому сегодня я принял такое решение, что нужно купить фуру и подарить кому-то. Если вам этот ролик реально понравится, то в следующем ролике я уже подарю фуру подороже, то есть газон. Поэтому давайте постараюсь в этом ролике брать 200 лайков, я вам буду максимально благодарен. Ну а если ты еще не играешь на проекте Мазин Холиплей, то конечно же не забывайте вводить мой промокод, пишите слэш мм, седьмой пункт промокод, указать другого ютубера и вводите самый лучший промокод полканов. Реально ребята, вводите, вы получаете деньги, я получаю деньги и благодаря этому я могу записывать такие ролики. Промокод можно вводить на любом сервачке. Я вам могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, присаживайтесь поудобнее, видосик будет реально интересный. Я хочу, чтобы этот видос реально залетел, если вам понравится, то будем продолжать делать добро игрокам. Все, всех обнял, приподнял, еще раз говорю, приятного просмотра. Ну что ж, дамы и господа, я уже тягач приобрел, я его приобрел, по садикой цене за 4 миллиона. Вот так вот выглядит ПТ с данного автомобиля, то есть 11 владельцев, ГОСКО 40 тысяч, целостность, видите, нужно починить. Сейчас, я думаю, мы этим займемся. Самое главное здесь есть, то есть стоит антирадар, сигнализация, чип, бак. То есть для работы эта машина полностью готова, понимаете? Самое интересное, то что данный автомобиль можно использовать как и для дальнобойщиков, так и для рыбалки. Эта машина такая, знаете, функциональная, то есть на ней можно и работать дальнобойщиком, зарабатывать деньги. И на выходных в X2 можете идти на рыбалку, качать скилл и загружать рыбу, как бы, в ваш автомобиль. Охуенно просто, блять, спасибо. Ну что ж, ребятки, я уже полностью подчинял автомобиль, у меня вылетел интернет, но сейчас вроде бы все хорошо. Все, я сейчас направляюсь уже в СТО. Не знаю, короче, хочу ему придать какую-то изюминку, хочу его немножко сделать покрасивее. В любом случае, будущий владелец, как бы, сможет самого там переделать, что ему нужно. Но я хочу, чтобы он как-то был немножко по-хайпове, так сказать, по-интереснее. Поэтому сейчас поедем его покрасим и, возможно, поставим диск. Так, залетаем в самые лучшие СТО, пацаны. Арзамеса. Поэтому, кто желает, приезжайте. Если что, как бы, скидочки там организуем туда-сюда. Вот такой вот, может, темненький его сделать. Ну, блин, сложно на него диски подобрать. Я бы, на самом деле, вот эти бы поставил бы. Да, вот эти, знаете, какие-то более такие нормальные. Так, насчет фар давайте посмотрим. Да, мы можем вот последние фары поставить. Так, вот это, я так понял, стандартные фары. Давайте вот эти поставим фары. Все, нормально. Я думаю, по красоте выглядит прям булочка просто. Просто, знаете, булочка такая красивая. Неплохая такая симпатичная булочка. Теперь, пацаны, самое сложное, это найти новичка, понимаете? Кому его подарить? Это прям самая сложная задача. То есть, всегда, знаете, кажется то, что найти кого-то легко. Но на самом деле, нихрена не легко. Итак, я вот зашел в свой финт-компании. Людей сейчас много в сети. Но я хочу подарить тому, кто реально работает в данный момент. Не кто тот филонит там, а тому, кто реально работает. Опа, так, тихо. Не, ну у него 6 миллионов есть. Ебать, у типа 8 уровень, и у него уже есть 6 миллионов. То есть, я хочу найти человека, который как бы новичок на дальнобойщиках. И у него нету денег. То есть, он не может, допустим, себе позволить купить фуру. Вот реально, пацаны, учитесь просто. Человек сидит, работает, зарабатывает деньги. Третий скилл, 8 уровень. И у него уже почти 7 миллионов. Так, вот у нас Тимофей. Так, 10 уровень. У него на руках 20 тысяч рублей. Давайте посмотрим, какой у него скилл. И вообще, давно он у меня работает в компании. Я просто каждого как бы не знаю. Так, Тимофей, Тимофей. Блядь, сложно постоянно-то искать кого-то. А, вот, его только приняли. И он заработал 160 рублей, пацаны. Ну, блин, он в принципе работает, как бы он старается, пытается. Как вариант, реально нормальный кандидат. Вроде бы работает, пытается, старается. Поэтому, в принципе, можно. Реально можно. Давайте еще посмотрим за кем-то. Вот, допустим, 149 у нас заправился. 143 тысячи, 8 уровень, пацаны. То есть, он тоже недавно пришел, я так понимаю, на дальнобойщики. Сложно выбрать, пацаны. Реально, мне сложно. Как бы, мне не жалко кому-то подарить. Просто хочется подарить, реально, тому, кому эта машина нужна. Вот еще Никита есть. Давайте посмотрим, что у нас представляет из себя Никита. У него тоже денег не особо много. Так, Никита, Никита. А, его только приняли тоже, да? Он сделал свой первый рейс. То есть, его только приняли, он тоже только начал работать. Бля, ну это пиздец. То есть, и у этого скилл маленький, и у того скилл маленький. И кому из них, я не знаю, честно. Бля, почему так сложно просто? Почему так сложно? Че я такой тупой? Ну, реально, просто сложно выбрать. Так, вон какой-то у нас Родриго еще есть. Так, это двадцать пятый. О, восьмой уровень тоже. Так, пацан, восьмой уровень, работает тоже на фуре. Давайте посмотрим, сколько он за сегодня накатал. Не, ну я хотел новичка найти, но я думал, там, хотя бы, там, пятый скилл, может быть. Но этого пацаночка, видите, деньги как бы есть. То есть, здесь, пацаны, три кандидата. И кому из них подарить, я не знаю. Я предлагаю реально рулетку сделать сейчас, и выбрать кого-то из них. Вот, Родриго, Тимофей и Никита. Я сам не могу выбрать, поэтому давайте попробуем чисто рандомом выбрать. То есть, бля, вроде бы все новички, все работают, стараются. И кого-то одного я не могу выбрать. Поэтому мы берем, запускаем рулетку. И сейчас посмотрим, все-таки, кому улыбнется удача, кому повезет. То есть, я дал выбор рулетки, выбрать данного человека. Так, у нас выпадает Никита. Теперь самое сложное, как мне ему объяснить. Как мне к нему подъехать, либо телепортироваться. Так, где-то он здесь должен быть у нас. Наш победитель, наш счастливчик. Как бы это, пацаны, рандом. О, вот он стоит так. Тихо, заезжаем. Засадись, поехали, а ну. Охуеешь, братанчик, его отсидеть? А ну, а ну, а ну, давай, садись, братан. Я тебе дарю фуру, что я могу еще ему сказать? Я не знаю, вообще верит мне или нет. У него в восьмой уровень, только пришел на дально. Ну, работа вроде бы нравится, знаете. По переписке нашей в игре, вроде бы, пацан адекватный. Я думаю, нормально, сейчас поедем в нотариус. Я ему за ноль продам этот автомобиль. И немножко за ним посидим. То есть, пацан вроде бы заинтересован этой работой. Поэтому, я надеюсь, что ему машина, это реально понадобится. И рулетка не ошиблась. И виноват не я, если что, пацаны. Виновата рулетка. Потому что, я крутил рулетку, и она выбрала именно этого человека. Поэтому, меня винить вообще, ну, не надо, короче. Я всего лишь исполнитель, а рулетка, как бы, решила судьбу просто. И все. Ай, блядь, пизда. Ну, шо? Пожнали? Пожнали, пожнали. Бля, он вообще никак не реагирует, конечно. Вообще ему похую, мне кажется. Так, транспорт. Рено Т, пацаны. Поздравляю. Спасибо большое. Он, походу, он меня не знает, пацаны. Понимаете? Вот в чем еще прикол. Он еще и меня не знает. Понимаете? Спасибо еще раз огромное. Реально, пацаны, блядь. Я ему подарил фуру. Я ему просто подарил фуру. Он меня даже не знает. Понимаете? Он даже не знает, кто я такой. То есть, ему вообще похуй. Он не понимает, что я ютубер. Он даже не понимает, что это моя компания. Я надеюсь, что он на этой фуре заработает реально много денег, прокачает скилл и станет миллиардером. А вот так, прикиньте, я с ним через год встречаюсь в игре. У него, ебать, там, тачки на страбах, бизнесы, дома, ебать. Прикиньте, вот вы зашли на сервак, пошли в компанию, начали работать дальнобойщиком, и вам просто дарят тягать, который стоит, там, ну, почти 5 миллионов, понимаете? Я бы охуел, реально. Я бы охуел, но, к сожалению, от него эмоций каких-то я не увидел, не услышал, то есть, он сказал спасибо, и все. К сожалению, да, пацаны, вот такая вот реальность. Не, ну, видно то, что он нихера не понимает, то есть, он толком не знает, как ехать, куда ехать, там, и так далее, поэтому ему пока что сложно. У него первый скилл, он только начал знакомиться с этой работой. Он уже спрашивает, сколько такая фура стоит, понимаете? Блядь, ну, уже как-то расстроился, понимаете? Пиздец просто, блядь, ну, почему? Я думаю, то, что это произойдет не так быстро, понимаете? Он уже, еб, собирается продавать, скорее всего. Хотя, может быть, ему просто интересно. Ну, блядь, ну, пиздец, я не знаю, вот, блядь, меня бесит, когда людям даешь шанс, даешь им возможность заработать, поработать, а в итоге они просто хотят продать. Я не знаю, я таких людей не понимаю просто. Ну, что ж, ребятки, уже прошел час, даже больше, скорее всего, и Никитка у нас, получается, работает. Он потом вышел из игры, вот теперь обратно зашел и работает. Но почему-то у него куда-то пропали деньги. Но, в любом случае, он молодец, он работает. Я уже думал, то, что он собрался, как бы, продавать, потому что он спрашивал, сколько она стоит. Он уже и писал в чат компании. Я до конца не понял, либо ему просто интересно, сколько такой автомобиль стоит, либо он собирается его продавать. Вроде бы как он использует ее по назначению. Давайте посмотрим, сколько он уже заработал на компанию. Ну, у него скилл маленький, но, видите, потихонечку работает, пытается. Было бы, на самом деле, интересно, через недельку посмотреть, какой у него будет скилл, продаст ли он фуру, там, и так далее. Поэтому, если вам это будет интересно, напишите. Потому что за час, как бы, вы сами понимаете, ничего толком и не изменилось. А вот через недельку, я думаю, уже какой-то результат был бы. А хорош или нет, этого мы не знаем. Ну что ж, ребятки, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вы хотите продолжение данной рубрики, то наберите здесь много лайков. Тогда я уже подумаю, стоит оно того или нет. И если вы наберете реально хороший активчик, то, возможно, через недельку я уже запишу еще одну часть, в которой я уже буду дарить машинку подороже, и именно газоннег. Все полезные ссылочки есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите, и начинайте играть вместе со мной. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok